Другого варианта нет. Больше мы нигде открытой воды не нашли. Лед уже сковал речку. Да и неудивительно, люди сегодня и на реке, наверное, уже рыбачат. Здравствуйте, люди добрые. Я рад вас приветствовать на берегу реки. И как мне не радоваться, если у меня сегодня замечательный повод, я хочу представить вам вот этот новый экспериментальный каяк от Тайм-Триала. Который вот буквально приехал на последнюю открытую воду. Мы сейчас с моим другом Александром с трудом нашли вот 100 метров открытой реки. И сейчас для начала мы попробуем макнуть его в воду, поснимать на воде, а потом я расскажу вам подробности об этом в моем новом кораблике. Дело в том, что, во-первых, где-то вон там идет черная туча со снегом и дождем. И скорее всего, что будет просто темно. Сейчас давайте снимем исторический момент спуска на воду нового корабля, а потом о нем поговорим. К сожалению, друзья, тут очень мелко. Это не менее исторический момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 не замерзла. А вот выше, вы видите, река вся уже скована льдом. Ну, это и не удивительно. Как я уже говорил, у нас на Урале ноябрь за зимний месяц. Лодочка довольно бодрая и с удовольствием она, мне кажется, восприняла вот это вот наше холодное крещение для нее. Пожалуй, вниз я не пойду, там что-то мелко, пойду обратно вверх. Дело в том, что не хотелось бы мне прямо вот сейчас в первый же день продырявить лодку, а в деревнях-то бывают в воде и стекла, и железки. Ну что, лодка мало чем, в общем-то, по своим ходовым качествам отличается от того пестрого каяка аргон, который в этих же габаритах был, с которым я познакомился и познакомил зрителей год назад. Также в момент бедлостала 30 октября тогда я катался. Ну, сегодня 6 ноября. И так же, как тогда я сидел довольно высоко, с той разницей, что этот каяк самый отливной. О, я уперся в лед, причем уперся бортом, что не хорошо. С той разницей, что сейчас вот между днищевыми баллонами у меня стоит вода, что никак, в общем-то, мне не мешает, потому что она стоит на уровне где-то половины этого днищевого баллона. И сейчас мы с Александром попробуем протестировать, как быстро уходит вода из ковки-то лодки. Я не могу сейчас проверить скоростные качества этого каяка. Ну, думаю, что он будет мне намного или вообще не хуже. Такой же, как вот таких же говорит каяк-аргон. Пока меня все устраивает, сейчас попробую найти место поглубже и зачерпнуть в каяк воды. Надо как-то аккуратно шлить, чтобы не расплескать воду в ведре. Сейчас давайте будем смотреть, за какое время уйдет ведро воды из этого каяка. Вот это ведро я налил сам. Да ни за какое время. Ведра воды этот каяк даже не заметил. Подделай еще. Вода уходит, но она остается с краю, вот здесь вот, у бортов. Вот там третье ведро. Вода уходит, аж с шумом. Как будто это, сливается слив раковин. Ну что ж, давай сейчас немножко еще покатаюсь. И уже на берегу. Попробую рассказать вам об этом каяке. Очень легко идет. Прямо очень хорошо. Жаль, что негде ему сегодня разгуляться. Сразу отвечу на главный вопрос, который интересует сейчас всех зрителей. Сколько весит эта лодка? Эта лодка весит вместе вот с этими сиденьями спинкой 7 килограммов. Длина лодки 3 метра 350 миллиметров. Ширина 950 миллиметров. Диаметр баллона 280. Ну или в сантиметрах 28, 95 на 335. Пять. 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 Итак, друзья. Представляю вашему вниманию Первый экземпляр Первая модель Такой лодки Это лодка От компании Time Trial Экспериментальная Лодка Action Dry То есть Именно так официально мне ее представили Имеется ввиду, что Action сухой Почему сухой? Да потому что Вот Здесь вот у него Клапана И отверстия самоотлива Вы видите, что Корпус лодки состоит из Четырех баллонов То есть Бортовые баллоны Это нос и корма И днищевые продольные баллоны Между которыми И располагаются Вот эти отверстия самоотлива Изготовлены днищевые баллоны Из ПВХ 650 грамм на метр квадратный Бортовые баллоны Из ТПУ 270 граммов на метр Конечно же Не будем Причислять эту лодку К пакрафтам К пак каякам Ну Вес ее Вот с этими сиденьями Сиденья эти тоже из ТПУ С этими сиденьями Вес ее 7 килограммов То есть Ну полкило Вот это вот все То есть Ее Чистый вес Лодки 6,5 килограммов Пакрафтеры Могут сказать Что это много Но для меня Это в самый раз Я В общем-то Считаю Что вот эта лодка Как раз Золотая середина Как раз Вот Тот компромисс Между Значит Легкостью И Скоростью Потому что Как бы Не пытались Быстро грести На коротких Пакрафтах Люди Физику Не обманешь Чем больше Разница между Длиной и шириной Лодки Тем больше Ее скорость А здесь Все в общем-то Как бы Подобрано Вот Ну вот Самая та Золотая середина Назначение Этой лодки В общем-то Как ее Позиционировать Струют Ее Авторы Стань Триал Для Бурной воды Каяк И Они сделали Вот эти Вот Бедренные упоры Значит Пяточные упоры Это мой уже Я его сам повесил И Бедренные Эти упоры Я Переделаю Дело в том Что они В общем-то Не услышали Моих пожеланий И не стали делать Как Это я им рисовал Но у меня Впереди зима И я конечно Переделаю Главное Что Идея Вот этой Переделки Бедренных упоров Я хотел бы Распределить Нагрузку Ну и Не двухточечный Его сделать А хотя бы Трех Или лучше Четырехточечный Бедренный упор И вот Вы видите Сейчас Вот я его Сделал На самый край Вот эту Регулировку И едва Едва У меня коленки Туда Впихнулись То есть В любом случае Эти ремни Надо убирать Они короткие Ну и Что касается Сиденья Конечно Вот это Высокое сиденье Оно Если честно Не для белой воды Но Оно Не дает Уверенности Не дает Такой Остойчивости Потому что Ну Вот оно Такое Живое Не сравнишь Ее там Ни С жесткими Сиденьями Из пенки И Ни С Фестронами На которых Можно Распереться Здесь же Это Скорее Комфортное Сиденье И Я Выбрал Его По рекомендации Андрея Литвинова Он же Андрей Сонар И Я не жалею Это очень Хорошее решение В том плане Что Оно Довольно Легкое Полкило Вот эта Спинка Вместе С сиденьем И довольно Компактно Складывается Конечно же Если Мне понадобится Какое-то Более Спортивное Сиденье Тут Ничего Сложного Можно Сделать Или Поставить Другое Какое-то У меня Есть Фестроны У меня С этим Проблем Нет Что Касается Габарита Вот На Одного Это Нормальная Водка Тем более При моем Росте Вы Видите Что Если У меня Пяточный Упор Впереди У меня Стоял Штатив Хотя Можно Положить Вполне Такую Солидную Герму И Сзади У меня Тоже Вот Он Грузовой Отсек Грузовая Это Грузовой Отсек Который Тоже Войдет Большой Довольно Рюкзак Единственное Конструкция Это Уже Мой Ремень Лишний Так Скажем Грузовой Но Тем не менее Вот Здесь Есть Декольца Есть Шитые Петли Для Крепления Вот Этой Спинки Здесь Вот Трех Шелевки Я Предлагал Все Сделать На Трех Шелевках И В том Числе Бедренные Упоры Разыгрался Ветер Сейчас Я Не знаю Он Наверное Помешает Записать Звук И Идет Черная Туча В общем Для Чего Я Это Все Вам Показываю Те Кто В теме Я Полагаю Уже Оценили Эту Лодку Вы Смотрите Вот Что Здесь Вот Эти Вот Балоны Они Будут Направляющими И Они Будут Немножко Придерживать Лодку На Курсе В Тоже Время Я Сейчас Попробовал Она Очень Хорошо Маневрирует Она Вполне Разворачивается Ну Не Как Штемневая Лодка То Вот Эта Лодка Самая А то Для Каких-то ПВД Для Каких-то Сплавов По Бурной Воде И Как бы Это Странно Не Звучало Это Лодка Замечательная И для Рыбалки Ведь Порою На Рыбалки Когда Пошел Дождь Никому Не Не Понравится Если У вас Лодки Все Вымокнет А Здесь Не Вымокнет Здесь Вода Уходит Уходит Хорошо Единственное Что Вот Здесь Между Днищевым Баллоном И Бортом Она Чуть Дольше Задерживается И скатывается Через Нос И Корму Здесь Отверстий Нет Они Все Здесь Но Зато Вот Куда В Среднюю Эту Часть Туда В Трюм Она Уходит А Шум Вот Друзья Наверное Все Пока Что Я Могу Вам Рассказать Об Этой Лодке Потому Что Сам Пока Больше Ничего Не Знаю Мне Туда Я Не Пошел Вниз Потому Что Там Мелко Ну А Вы Сами Видели Покатался И Все И Сейчас В В общем То У Вас Есть Время Оценить То Что Вы Видели И Самое Главное Впереди Зима У Вас Есть Время Чтобы Заказать Эту Лодку И Не Спеша К весне Значит Ее Получить И До Оборудовать По Вашему Смотрению Если Кому Такая Лодка Понравится Спасибо Огромное Компании Тайм Триал Ее Сотрудникам За То Что Вот Такую Замечательную Лодочку Мне Сделали И Как я Уже Писал В Комментах Ребята Сейчас У меня Есть Стимул Дожить До Весны И Зря Что Я Такую Лодку Покупал Всего Вам Доброго До Новых Встреч Встретимся На Этом Жеместе Через Полгода И Еще Один Момент Друзья Вот Если Честно Это Название Action Dry Мне Не Очень Нравится Ну Хотя Потому Что Я Не Люблю Англицизмы Различные Да И Какой Он Сухой У Него Там В Тюреме Всегда Водичка Может Быть Пишите В Комментах Предлагайте Какое Имя Больше Соответствует Этому Кораблику А Я Пока Тоже О нем Больше Ничего Сказать Не Могу Уже Его Характер Проявится Может Быть В Следующем Сезоне И Тогда Я Может Быть Назову Как То Иначе Пишите Жду Ваших Мнений 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 Субтитры создавал DimaTorzok